Теверб, друзья! 14 декабря под песню «Отпусти и забудь» канал Дисней прекратил свое вещание в России. На этом не просто закрылся канал Дисней. Трогательная песня Эльзы завершила более чем 30-летнюю историю Диснея на российском телевидении. За это время на диснеевских мультфильмах успело вырасти три поколения телезрителей. Закончилась эпоха, как говорится, и в память о ней. В настоящем видеоролике мы пройдемся по всей истории Диснея на российском телевидении, начиная с первых показов «Утиных историй» еще для советских детей, заканчивая последними неделями жизни канала Дисней. Отправляйтесь с нами в волшебный мир ностальгии. Ностальгировать по временам, когда можно было закрыться от всех проблем под одеялом, смотреть мультики и считать дни до Нового года – прекрасно. Главное, помните, что если вы уже взрослый, то вам нужно купить продуктов к новогоднему столу и заплатить за коммуналку. А поможет вам в этом банковская карта MyLife от банка Убрир. Ведь с бесплатной дебетовой картой MyLife вы сможете получать кэшбэк 5% за оплату жилищно-коммунальных услуг и онлайн-покупки. А оформив карту по нашей ссылке в описании до 31 декабря, вы получите бонус в виде выгодного кэшбэка 10% при покупках в супермаркетах и сможете вернуть 1000 рублей от своих трат в первые два месяца пользования картой. В воскресенье, 1 января 1991 года, советские дети впервые увидели диснеевские мультсериалы по телевидению. На первом канале центрального телевидения в 6 часов вечера началась программа «Волт Дисней представляет». Заиграла музыка из вступительной заставки «Утиных историй». А сразу после первой серии приключений уток начался мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Оба мультсериала шли весь 1991 год, каждое воскресенье. С 92 года в эфире программы «Волт Дисней представляет» первого канала Останкина начали выходить два других мультсериала «Приключения мишек Гамми» и «Чудеса на виражах». А в 93 году диснеевские мультсериалы переехали на вторую кнопку «Канал РТР», где в мультблоке уже под другим названием «Волшебный мир Дисней» выходили вплоть до 1997 года. В те годы на РТР были показаны мультсериалы «Новые приключения Винни-Пуха», «Черный плащ», «Русалочка», «Гуфи и его команда», «Челкнутый» и «Аладдин». Параллельно с этим на РТР выходила программа «Дисней по пятницам», в рамках которой с 11 сентября 92 года по 28 июня 96, по некоторым данным до 1997, выходили диснеевские телефильмы и телесериалы, снятые с 50-х по 80-е годы. Среди самых известных из них можно вспомнить «Зорро» и «Сослан на планету Земля». Про инопланетного военного, отправленного на Землю в качестве наказания за свои преступления. И если диснеевские мультфильмы и мультсериалы многократно транслировались по телевидению, что тогда, что позже, то многие, показанные в рамках программы «Дисней по пятницам» фильмы и сериалы, более никогда и нигде в России не выходили, а потому считаются раритетами и представляют особую ценность для зрителей, смотревших их в детстве. Так, в ВК есть целая группа, подписчики которой занимаются поиском записей фильмов и сериалов, выходивших в программе «Дисней по пятницам» в 90-е годы на РТР. Для всех интересующихся, ссылку на неё оставили в описании. Помимо первого и второго канала, ещё одним окном «Волшебный мир Диснея» для российских зрителей стал канал СТС. С 96 по 99 год на нём в будние дни, в утреннее и дневное время выходили ставшие уже тогда культовыми мультсериалы «Чёрный плащ», «Чудеса на виражах», «Русалочка» и так далее под заголовком «Час Диснея» на СТС. После долгого перерыва диснеевские мультсериалы вновь вернулись на СТС в 2006 году и продолжали выходить вплоть до 2015 года. Помимо классики 80-х и 90-х годов, в те годы на СТС также шли и культовые мультсериалы Диснея 21 века, «Легенда о Тарзане», «Лила и Стич», «Ким 5 с плюсом», «Финнес и Ферб» и другие. Кроме того, примерно в те же годы в дневное время по будням на СТС шли диснеевские игровые сериалы, такие как «Ханна Монтана», «Волшебники из Вейверли Плейс», «Всё тип-топ» или «Жизнь Зака и Коди» и не только. С 1998 года и на протяжении последующих 16 лет на первом канале выходила самая продолжительная диснеевская рубрика на российском телевидении – «Дисней Клуб». «Дисней Клуб» выходил по утрам каждые выходные, а с 2002 по 2006 год ещё и дополнительно в будние дни. Заставка с заводной музыкальной темой и видами Диснейленда у миллионов людей, чьё детство пришлось на конец 90-х, нулевые или начало десятых, навсегда закрепилась в качестве символа ламповых беззаботных времён, когда главным разочарованием жизни было показ слова пастыря вместо мультиков. За 16 лет существования Дисней Клуба на первом зрителям показали более 40 мультсериалов, а также огромное количество отдельных диснеевских короткометражек про Микки Мауса, Дональда Дака и Гуфи, снятых за всё время существования легендарного трио. Также с 2007 на первом в выходные ежемесячно выходила программа «Волшебный мир Дисней». В первой части программы её ведущий Иван Ургант рассказывал истории о создании тех или иных фильмов «Империи Микки Мауса», а уже во второй части эти самые фильмы или мультфильмы демонстрировали зрителю. Так, в рамках этой программы на телевидении прошли премьеры «Пиратов Карибского моря», «Валли», «Зачарованный» и многих других хитов. В 2011-12 годах «Волшебный мир Дисней» вёл Леонид Парфёнов, а затем программа выходила без ведущего. Её последний выпуск был показан на первом 24 февраля 2013 года. Завершил программу мультфильм «Приключения медвежонка Винни и его друзей». А годом позже и Дисней Клуб ушёл с первого канала. Последними показанными на первом канале диснеевскими мультсериалами стали «София Прекрасная» и «Джейк и пираты из Нитландии». К середине десятых годов диснеевской продукции практически не осталось на центральных федеральных российских каналах, и канал Дисней до недавнего времени оставался единственным проводником в волшебную империю Микки Мауса. В России трансляция канала Дисней началась 10 августа 2010 года в 18.00 по московскому времени, показом мультфильма «В поисках Немо» на частоте бывшего детского канала Jetix. Первое время, помимо оригинальной продукции Дисней, на канале продолжали выходить сериалы и мультфильмы, оставшиеся в наследство от Jetix. H2O «Просто добавь воды», Кит Висикэт, Джимми Кул, сериал российского производства «Приколы на переменке». Также до 2012 года на канале выходили программы отечественного производства, рассказывающие о свежих проектах Дисней. «Дисней 365», «Кинопутешественники», «На связи», «Маленькое супершоу» и «Маленькие суперновости». На канале с первых дней вещания и вплоть до 2020 года по утрам выходил блог «Узнавайка» для детей дошкольного возраста, впоследствии переименованный в «Доброе утро» с Микки. 31 декабря 2011 года телеканал Дисней переехал на частоту бывшего канала «Семерка» и стал доступен большему числу зрителей в России. С 2013 года на канале стало больше отечественного контента. Так, с 16 июня в эфире канала появилась рубрика «Наши сказки», в рамках которой выходили советские фильмы-сказки и мультфильмы, такие как «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Мио-мой-мио» и другие, преимущественно советские ленты. Кроме того, в 2013 году на канале Дисней начали показывать и современные отечественные мультсериалы, «Новаторы», а позже и «Джинглики». Выходили на Дисней и телепередачи отечественного производства, переехавший с СТС «Это мой ребенок» с 2013 по 2016 год. В 2013 и 2014 годах «Устами младенца» с Максимом Виторганом, «Мама на пять с плюсом» и многие другие. В свои золотые годы канал Дисней являлся единственной площадкой для показа премьерных серий таких хитов, как «Гравити Фоллс», «Новые утиные истории» и «Леди Баг» и «Супер Кот». 11 марта 2022 года компания Дисней объявила о приостановке своей работы на территории России, а летом окончательно прекратила дубляж своих фильмов, мультфильмов и сериалов на русском языке. 30 сентября прекратил деятельность веб-сайт телеканала, и были удалены русскоязычные аккаунты Дисней во всех соцсетях. Уходя, канал Дисней решил порадовать своего зрителя отборным контентом. Последние две недели в прайм-тайм были показаны две части «Суперсемейки», «Тайна Коко», «Колодное сердце» и множество других культовых фильмов 21 века. А в последние два дня трансляции днём и ночью зрителям подарили многочасовые марафоны главных сериальных хитов канала «Леди Баг» и «Гравити Фоллс». Завершилась трансляция канала Дисней в России в ночь на 14 декабря, показом мультсериала «Гравити Фоллс» и караоке-клипом песни «Отпусти и забудь». Эпоха закончилась. Ну, кто знает, как будут разворачиваться события в будущем. Возможно, однажды, как когда-то в 91-м году, дети, включив телевизор, вновь будут радоваться возвращению в Россию мультиков компании Дисней. А на этом всё. Пишите в комментариях, а по каким программам, мультсериалам, сериалам и фильмам Дисней ностальгируете лично вы. Имейте в виду, что настоящий ролик – лишь краткий экскурс в историю Диснея на российском телевидении. Всех тех, кто хочет узнать более подробную информацию, приглашаем перейти по ссылкам в описании. Выражаем благодарность всем, кто поддерживает нас на Бусти. Подписывайтесь на наши соцсети ВК и Телеграме. Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие ролики на канале. И до новых встреч!